Братья и сестры, я прочту два текста Писания. Евангелие от Марка, буду читать. Пятая глава, немножко длинный отрывок прочту, а второй текст, короткий. И пришли на другой берег моря, в страну Годаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камне. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из всего человека!» И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много!» И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них!» Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. Посущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и, видя, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие же рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя». И он пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Друзья, второй текст. Я прочту второе послание Коринфянам, пятая глава. Стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Друзья, чтобы было легче, мы в проповеди постараемся ответить на три вопроса. То есть я буду проповедовать об обновлении. Первый вопрос – сфера обновления. То есть что в человеке становится новым. Второй вопрос – как происходит обновление или механизм обновления. И третий вопрос – последствия обновления. Друзья, тема обширная, но я думаю, что на каждый вопрос мы потратим примерно пять минут. Пять минут или меньше. Итак, первый вопрос – сфера обновления. Написано, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Но если задать вопрос чуть-чуть конкретнее, что новое? Обратите внимание, здесь написано, кто во Христе, значит, все новое. Ну, как будто это написано про нас. Поэтому, друзья, я, конечно, имею в виду, что каждый из нас должен задать вопрос – а во мне все новое или нет? Ну, а все-таки, что должно быть новым? Известно, что человек троичен. Написано «Дух, душа и тело». Об этом написано в послании к фессалоникийцам и в послании к евреям. К евреям написано, что Слово Божие проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. То есть все три составляющие встречаются, составы и мозги – это тело и доразделение души и духа. В послании к фессалоникийцам написано «И ваш дух, и душа, и тело сохранится без порока». Братья и сестры, итак, сфера обновления. Что во мне должно становиться новым? Я прочту книгу пророка Иезекииля, 11 глава. Здесь о Новом Завете написано так. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них». Это написано о Новом Завете. Бог говорит «Дух новый вложу в них». Итак, новое во мне должно быть – это дух новый. Как это может быть, братья и сестры? Я почему прочитал про бесноватого? Потому что в этой иллюстрации очень ярко просматривается процесс обновления. Доктринально это не очень точно, но в учебном варианте это хорошо. Посмотрите, этот человек был очень неспокойный. Обычно потеря покоя, или отсутствие покоя, или наличие покоя, подчеркивает состояние духа человека. Этот человек был беспокойный. Написано «И ночью, и днем». Он кричал и вился о камне. Когда Иисус Христос вошел в его жизнь, посмотрите, что с ним случилось. Когда люди вышли, услышав о том, что произошло с бесноватыми свиньями, они увидели этого человека, что он сидит. Он никогда не сидел, братья и сестры. Он ночью и днем кричался и бился о камне. А теперь он сидит. То есть, в его дух вошел покой. То есть, обновление в духе, оно выражается в присутствии в человеке покоя. Христос сказал «Придите ко мне, и я успокою вас, и найдете покой душам вашим». Друзья, обновление духа выражается в изменении характера человека. Посмотрите, за Саула написано. Вот, когда Саула помазали в цари над Израилем, с какого момента Саул мог приступить к исполнению своих обязанностей? Ему Самуил сказал. Сначала вылил ему на голову елей, а потом сказал «Пойди вот в такое место, возле гроба Рахили встретишь два человека, потом пойдешь дальше, встретишь три человека, которые идут в Вифиль, один несет трех козля, другой несет три хлеба, а третий мех с вином. Они тебя поприветствуют, а ты пойдешь дальше и встретишь пророков, которые будут пророчествовать. И сойдет на тебя Дух Господен, и ты сделаешься иным человеком. И после этого делай, ибо с тобою Господь». Братья и сестры, и вот это слово. «И ты сделаешься иным человеком». И когда с Саулом все это произошло, и он стал царем, написано «Негодные люди говорили, Саулу ли царствовать над нами? Саулу ли избавлять нас?» Мы читаем «А он как бы не замечал этого». Братья и сестры, он замечал или не замечал? Он замечал. Слово «как бы» говорит о том, что он замечал. Люди вслух говорили, и он слышал. О себе плохое. Но он как бы не замечал это. Братья и сестры, вот правильное состояние Духа. Ну, например, в мой адрес говорят, какие-то колкости, и я это слышу. Или откровенно оскорбляют. Ну, как бы я как будто не слышу, а я слышу. Или я какую-нибудь плохую писанину про себя получил. Вот, ну, скажем, или кто-то получил и дали мне прочитать. Или один человек мне говорит реальные вещи. А вот эта сестра про тебя плохо говорила. Братья и сестры, и у меня может появиться интерес. А что она про меня говорила? И мы читаем, «Саул как бы не замечал этого». Вот состояние обновленного Духа. Вот есть в Библии такое слово «великодушие» и «благодушие». Что такое «великодушие»? Друзья, великодушие – это легко простить обиду. Это великодушие. Говорят, великодушно. Выслушая меня великодушно. Помните, Павел одному человеку сказал. Великодушие – это простить обиду. Великодушие – это не заметить колкости и оскорбления. Это великодушие. Или благодушие. Апостол Павел пишет, «Я благодушиваю в немощах». Ну, в немощах, в болезнях. То есть, безропотно все переношу. Вот если человек неблагодушный, ну, например, заболел, он робчет. И обижается на всех людей, которые его окружают. Ну, не так за ним ухаживают. Или, скажем, не оказывают хорошего внимания. А Павел пишет, я благодушствую в немощах. А еще в чем, помните? В обидах. Братья и сестры, вот благодушствую в обидах, это у меня доброе состояние духа, когда меня обижают. Благодушствую в гонениях и в притеснениях. То есть, не обижаюсь на тех людей, которые меня гонят, притесняют и оскорбляют. Поэтому, во-первых, друзья, обновление происходит в духе человека. Ты сделаешь себя иным человеком. Иным – это, во-первых, состояние духа. Кто во Христе, тот новая тварь, древняя. Прошло теперь все новое. Во-первых, дух новый вложу в них. Во-вторых, братья и сестры, это обновление в душе человека. Обновление в душе, оно происходит, во-первых, в обновлении разума человека. Написано, чтобы вам обновиться духом ума вашего. То есть, я по-другому начинаю думать. По-другому начинаю думать, мыслить по-другому. Привожу пример, братья и сестры, вот то, что я прочитал. Когда люди вышли, увидели этого человека, первый признак обновления – это то, что он сидит. У него дух стал спокойный. Второй признак – в здравом уме. В другом тексте, или это в моей старой Библии, было написано – в своем уме. Вот здесь написано – в здравом уме. То есть, он был не в здравом уме. Братья и сестры, разум – это проявление человеческой души. Он был не в здравом уме. То есть, он был неразумный человек. А теперь он в здравом уме. То есть, обновление происходит в разуме человека, то есть, в его душе. Ну, посмотрите, друзья, когда, ну, уже эти люди просили, чтобы Христос ушел от них, вот, которые вышли из города, то Христос решил уходить, потому что его попросили уйти. Вы помните, о чем попросил бесноватый? Он попросил, чтобы быть с ним. Скажите, у него не было, наверное, родственников, или у него были родственники? Как вы поняли, у этого бесноватого были родственники или нет? Ну, были. Христос сказал – иди домой к своим. Значит, у него были родственники. А он просил, чтобы быть с ним. Это говорит о новом мышлении человека. Старое мышление к родственникам направляет. А новое мышление – к Богу. Чтобы быть с ним. А Христос говорит – нет, нет, не надо, иди домой к своим. Иди к своим. Братья и сестры, новое мышление – это примерно как у Закхея. Старое мышление – он к себе. А новое мышление – я половину менее нищим раз дам, а кого обидел, в четверо отдам. Вот оно, новое мышление. Новое мышление у Варнавы и у многих верующих, которые обращались к Иисусу Христу. Новые мысли. То есть, друзья, обновление происходит, во-первых, в духе, а обновление происходит, во-вторых, в разуме. Скажите, а в теле обновление тоже происходит или нет? В теле человека. Вот дух, душа и тело. Я раньше понимал, что обновление происходит в духе и в душе, а в теле обновление будет, когда будет взятие церкви, потом когда-то будет. Братья и сестры, обновление происходит и в теле. Они увидели, что он одет. Это относится к телу. Он одет. То есть до сих пор он не был одетый. Он не одевался в одежду. Жил в гробах и кричал, и бился о камни. Это был пожизненно израненный, несчастный человек. А теперь он одет. Его одетым люди никогда не видели. То есть обновление происходит и в теле тоже. Ну, один пример, друзья. На утреннем собрании однажды, смотрю, сидит женщина. Ярко подчеркнуто мирская. Ну, знаете, вот и мирские люди бывают скромно. А бывают слишком нескромно. И вот женщина сидит на собрании слишком мирская. Слишком нескромная. И как ни удивительно, она покаялась. Первый раз пришла и покаялась. Это было у нас собрание, но это было очень давно. Собрание еще в доме Степановых было. У нас еще дома молитвы тогда не было. И вот вечернее собрание. Я смотрю, сидит женщина, подчеркнута христианка, скромнее, чем мы одеваемся. И я у кого-то из братьев спрашиваю, ты не знаешь, откуда эта женщина? Ну, я подумал, откуда она приехала. А он говорит, да это та, которая утром покаялась. Вот настолько яркая перемена. Сидит и в здравом уме, и одетый. Вот обновление в теле происходит у человека. Друзья, это сфера обновления. Второе. Как происходит обновление? Или механизм обновления? Во-первых, это действие Духа Святого. Написано, сойдет на тебя Дух Господень, и ты сделаешься иным человеком. Друзья, иным человеком без Духа Святого сделаться невозможно. Человек будет стараться что-то делать, он новым никогда не сможет стать. Он может сделаться новым, если сойдет на него Дух Господень. Ты сделаешься иным человеком. Мы неделю назад праздновали праздник Троицы. Много говорили о Духе Святом. Ну, наверное, вечером я не был, видимо, еще больше говорили. Братья и сестры, если Дух Святой произвел возрождение, это начало новой жизни. Но у меня вопрос, братья и сестры. Скажите, а в обновлении наши усилия участвуют или нет? Или Дух Святой за одну секунду изменил, и я теперь больше ничего не должен делать? Кстати, есть одно такое заблуждение. Господь за тебя все сделал, тебе больше ничего не надо делать. Друзья, я вот о роли самого человека в вопросе обновления. Я прочитаю послание Ефесянам. Ну, во-первых, кому апостол Павел пишет это послание? К верующим или к неверующим? Первый стих. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. То есть, это послание к Возрожденным написано. И теперь об обновлении. Здесь же написано вот как. Я повторяю, братья и сестры, здесь к верующим апостол Павел пишет. Вы научились снять с себя ветхого человека и одеться в нового человека. Мы каждое утро одеваемся. Каждое утро. В собрание идем, переодеваемся. С работы человек пришел, старую одежду снял грязную, одел чистую одежду. Так точно, братья и сестры, и в вопросе обновления. Написано, вы научились снять с себя ветхого человека и одеться в нового человека. И это каждый день. Это каждый день. Мы должны одеваться в нового человека. Каким образом? Посмотрите, как здесь написано. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему». Отвергнуть ложь – это ветхого человека отвергнуть. Одеться в нового – говорите истину, каждый ближнему. «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нужда». То есть, красть – это отверг ветхий человек, а новый человек – трудись и делай людям добро. Раздавай, давай то, что ты заработал. И дальше. «Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, со всякой злобой, да будут удалены от вас ветхий человек. Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас». Братья и сестры, если я думаю, что обновление – это одна секунда покаяния в церкви, и все, я ошибаюсь. Говори истину, не кради, а лучше трудись, и раздражение, ярость, гнев, крик выброси. «Будь добрым и сострадательным, и прощай своих ближних». Вот что такое – одеваться в нового человека. То есть, братья и сестры, обновление – это процесс. Он начинается с момента покаяния и рождения свыше. Дух Святой сойдет на тебя, и ты сделаешься иным человеком. И затем каждодневная жизнь. Каждодневная жизнь. Если я не буду делать то, что написано, знаете, что может происходить, братья и сестры? Посмотрите, как было с Саулом. Он исполнился Духа Святого и не замечал колкости. А потом девушки поют. Саул поражал тысячи, а Давид – десятки тысяч. И он заметил. И он заметил. Там, где можно было не заметить, он заметил. И подумал. Ему дали десятки тысяч, а мне только тысячи. И начал преследовать Давида. Братья и сестры, то же самое может быть с христианином. Когда он покаялся, у него зародилась новая жизнь. Но он неправильно живет. И новая жизнь, она сойдет на нет. Ее не будет. Она сойдет на нет. И поэтому, бывает, человек покаялся. Мир Божий наполнил его сердце. Но прошло несколько лет, он стал более раздражительный. Он стал более гневливый. Он становится крикливым. И что не дальше, то хуже. И так может быть. И наступит момент, братья и сестры, когда с ним зайдет, как с ладикийским ангелом. Знаю твои дела. Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаю, что ты несчастен и жалок, и ниш, и слеп, и нах. Друзья, я думаю, что был момент, когда ладикийский ангел, он покаялся. Родился свыше. Стал новым человеком. Принял крещение. Потом его избрали на пресвитерское служение. А потом ему бог говорит, ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и ниш, и слеп, и нах. Все потерял то, что однажды имел. И бог говорит, я извергну тебя из уст, потому что ты теплый, но не горячий и не холодный. Братья и сестры, и ответ на последний вопрос. Последствия обновления. Написано в послании к Ефесянам. Простите, послании к Ефесянам Никитсам. Написано так. Я несколько стихов прочту. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите. Ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угошайте, пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира, да освятит внутренний со дня на день, обновляется. Это процесс безостановочный. В книге Откровения есть такое слово. И поют новую песню. Братья и сестры, вы помните, кто поет новую песню? Кто поет новую песню? Две группы людей. Первая группа людей, это четвертая глава книги Откровения. Это церковь. Четыре животных и двадцать четыре старца. И поют новую песню. И вторая группа людей, это сто сорок четыре тысячи. На стеклянном море поют новую песню. Братья и сестры, мы, наверное, думаем, что новую песню и мы будем петь. Но чтобы петь новую песню, есть одна песня, ее раньше пели, сейчас я ее давно очень не слышал, мне эта песня очень нравилась. Там такие слова. Для новой песни нужен новый голос и совершенно новая душа. Братья и сестры, пусть нас Господь благословит, чтобы когда наступит вечность, чтобы мы были в числе поющих новую песню. А для этого нужен новый голос и совершенно новая душа. Пусть нас Господь благословит и прославится. Аминь. Помолимся. Слава Тебе Иисусу. 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 Продолжение следует...